В классах тепло и сухо, хотя еще год назад по стенам вода текла ручьями. Проблемы с крышей в школе поселка Теплая начались больше пяти лет назад. Местные власти кровлю периодически латали, но это не помогало. В прошлом году с третьего этажа в другие помещения пришлось переводить школьников. Жители обратились к Алексею Дюмину. Дюмин дал поручение людям помочь. В итоге крышу сделали. Крыша постепенно протекала, из года в год увеличивались масштабы вот этой протечи. И вот все привело к тому, что аварийная просто сложилась ситуация. И фонд «Перспектива» помог нам отремонтировать крышу, выделив 3 миллиона рублей. Теплогаревский район стал первым муниципальным образованием, которое Алексей Дюмин посетил в прошлом году. Проблемы в марте 2016-го жители рассказали на встрече. Спустя почти год губернатор снова в теплом. Смотрит, как выполнили его поручения. Алексею Дюмину докладывают, школьную кровлю в порядок привели за счет фонда «Перспектива». Очередь за спортзалом. В нем поменяют полы, систему отопления. Средства выделят из областного бюджета. Школьники рассказывают, губернатору любят заниматься в секциях, но не хватает мячей. Спортинвентарь приобретут, говорит Дюмин. Поработайте вопрос. Дополнительно я вижу, кроме того, что здесь ремонт, тут надо дополнительно еще снастить каким-то дополнительным спортинвентарем. Начиная от футбольных мячей, баскетбольных, значит, эти щиты баскетбольные все поменяются. Значит, я дам деньги из фонда «Перспектива» для того, чтобы дополнительно здесь поднасытить необходимым спортинвентарем. Начиная вот эти канаты тоже, которые тут висят, висят с времен перестроек, заканчивая шведских лестниц и все остальное. Районный глава отчитывается. Почти все поручения губернатора выполнены. Просьбы жителей удовлетворены. Землю более 5000 гектаров в пользование фермерам предоставили. Местный парк благоустроили. Хоккейную коробку отремонтировали. В этом году будет решена проблема с местной котельной. Для нее закупят новые котлы. Через два года у нас возникает потребность в детских садах. Мы дополнительно открыли две группы. Ну, с двух лет уже принимаем. И планируем еще открыть три группы. Дополнительно проектную документацию делаем для того, чтобы реконструировать здание, которое у нас имеется, бывшего интерната, под детский сад. Оно в каком состоянии? Оно стоит, не топится порядка 10 лет. Но оно находится около первой школы. Прямо мы хотим сделать центр. Есть одно из. Да. Год назад жители еще просили современный кинозал. Осенью он заработал в местном ДК. Здесь появились мягкие кресла, установили оборудование для показа фильмов 3D. Дом культуры жителями востребован. Здесь работают 18 кружков, в том числе спортивные. Поэтому по распоряжению губернатора доосносили местный тренажерный зал. Есть творческие коллективы. Гордость поселка, фольклорный ансамбль, горница. Как у нашего дерева, снаряженные саночки. Ой-ле-ой-ле-ой-ля-ли, снаряженные саночки. Желание петь есть, не хватает музыкальных инструментов, рассказывают участники коллектива. Нужны гусли и балалайка. Инструменты будут, говорит руководитель региона, как и сценические костюмы. Только на наряды нужно более 200 тысяч рублей. Их выделят из фонда «Перспектива». Артисты пообещали Алексею Дюмину приехать в новых костюмах в Тулу. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.